Москва, Гитлер и Сталин. Непримиримое состязание городов, тиранов и их придворных архитекторов вступило в решающую фазу. Мир должен видеть преимущество и силу победителя. Его наследие в камне переживет века. И все же в предвоенные годы Сталин оставил далеко позади всех своих конкурентов. По грандиозности, величию и помпезности этому проекту не было равных. Московское метро. Поначалу оно задумывалось довольно скромным и похожим на все остальные европейские метро. И, в общем, это, конечно, уникальное какое-то событие в мировой истории и культуре. Московское метро, которое из простой функциональной транспортной системы превратилось в какой-то небывавый памятник не просто архитектуры, а архитектуры монументально-декоративного искусства, скульптуры и всего остального. Решение о необходимости сооружения метрополитена созрело в начале 20-х годов. Не только потому, что в Москве было никудышнее транспортное сообщение. Революционный энтузиазм вселял в людей уверенность в фантастической силе транспорта. Отныне в воспитании нового горожанина решающую роль играют радио, телевидение и скорость. Мчащиеся по путям электропоезда наземки, скоростная подземка, управляемые аэростаты с колонными пристанями. Фантастика шагает в быт советских людей. 21 марта 1933 года постановлением Совнаркома СССР утверждена схема линий московского метрополитена протяженностью 80,3 километра, насчитывающая 10 радиусов. А спустя два года, в апреле 1935-го, открывает свои двери станция парк культуры первого красного радиуса. Там реализовывалась какая-то правильная советская социалистическая жизнь. Это были какие-то образцы, труд, транспорт, досуг, здесь все замыкалось. Тут Большой театр, Кремль, вот как-то все сходится. Метро – это очень сложный подземный город, система коммуникаций для быстрого перемещения людей. Советские метростроевцы выбрали совершенно свой особый путь. И эта грандиозная по своим масштабам стройка дала множество интересных инженерных, архитектурных и художественных находок. На первую линию метро было израсходовано по 1700 квадратных метров мрамора на каждую станцию. А помимо этого, килограммы золота для позолоты и даже полудрагоценных камней для украшения интерьеров. Для отделки станции московского метрополитена использовались лучшие природные материалы, показавшие всю роскошь геологического богатства советской страны. Именно таким в старину было убранство дворцов и храмов. Архитекторы, которым впервые пришлось заняться непривычным для них делом, естественно, старались превзойти друг друга. Конечно, работали они с большой оглядкой на хозяина. Московское метро строилось как стратегический объект высшей категории. Столица буквально сидит на этой гигантской структуре, которая как спрут опутывает весь город. За проведение работ особой государственной важности один из создателей московского метро Алексей Душкин будет награжден орденом Ленина. Он отстроит секретные ветки метро от Кремля к подмосковным аэропортом и в центр Москвы от дачи Сталина в Матвеевском. Вскоре на свое знаменитое выступление на Маяковской Сталин приедет именно по такой ветке на специальном поезде. А такой станция Маяковская предстанет во время бомбежек в самом начале войны. Тем временем Сталин получает совершенно секретный доклад советской разведки. Строительство специальных бункеров и бомбоубежищ идет полным ходом и в берлинском метро. А пока за окном 1940 год. Сталин уже знает. Еще немного и он преподнесет миру новый неожиданный сюрприз. Слава о котором переживет века. Ему только что доложили. К лету 1942 года дворец Советов откроет свои двери. Однако этому событию не суждено будет сбыться. Скоро начнется война. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ